Девушки отдыхают Проверить настоночные лампочки Приготовить защитные очки Эй, рыжий! Тебе староста говорит Или ворона с ёлки каркает А я что? Почему не на месте? Где твой берет? В кармане На голове должен быть Если она, конечно, есть у тебя Остряк наш староста Но вообще ничего Мы деревенские почти все И как один хотим стать токарями Поэтому первое для нас дело Мастерская, где стоят Сколько б ты думал 25 токарных станков А первый для нас человек Наш мастер производственного обучения Владимир Сергеевич Знаешь его? Да вот он пришел Привет рабочему классу Здрасте Продолжим, стало быть, освоение токарного станка Все помнят вчерашние? Конечно Все, конечно Коля, открой форточку Есть Начнем так Проверим надежность крепления патрона в шпинделе И кулачков в патроне Выключим механизм привода подач Ручку фракциона поставим в нейтральное положение А число оборотов шпинделя установим минимальное Вспомнили? Ясно Вспомнили Ну давайте с Богом, которого нет Нажмите кнопку пуска станка Черную, черную кнопку Так, ясно Смеются в нашем ПТУ номер 89 Не все время, конечно Но часто ПТУ у нас, будь здоров Серьезное учебное заведение На уроках токарного дела Или, к примеру, на химии Не очень-то посмеешься В мастерской у работающего станка Гляди да поглядывай А на химии не вовремя завертел головой Ну и проворонил какую-нибудь сложную формулу Стерли ее с доски Только фе почему-то осталось А что тебе фе, если ты еще в школе знал, что фе Это фе-рум, железо Вот вечером, когда звонки на химию, физику, иностранный язык Черчение, профмастерство и прочее Отзвенят В кружках самодеятельности, особенно в драматическом Хохочут у нас так, что стенки дрожат Ну а как, скажите, не хохотать Когда Антон Барабаш, фрезеровщик второго года обучения Изображает на репетицию слугу подколесина Степана из женитьбы Гоголя А Иван Курашкин, который, наверное, тысячу детективов прочитал Репетирует подколесина Вот так, бывало, начнешь на досуге Стоп, 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 стоп Еще раз, мальчики, первую сцену Первая сцена Это первое впечатление Понятно? Поверят ей, поверят и дальнейшему Ты, Барабаш, не стой перед барином на вытяжку А как? Ты слуга, конечно, но барин твой не генерал Он тебя позвал, ты вошел Но до этого ты, скажем, ну, чистил его сапоги Войти сапогом и щеткой Это может облегчить твое поведение в этой сцене Так, начали Эй, Степан Погоди, я еще сапога не нашел Щетка есть, а сапог где взять? Сейчас я... Ой, на тебе мой туфель На репетицию и сойдет за сапог Давайте Ну что, начали снова? Начали Эй, Степан Чего? Чего-чего? Такого тех даже у Гоголя нет Чего? Ты просто входишь и все Ну, я вошел, Игорь, чего? Ну вот Ну вот вошел Вошел, да? Да Не приходила сваха? Никак нет А у Портнова был? Был Что же он шьет фрак? Шьет И много уже нашил? Да уж, довольно Начал уж петли метать Что ты говоришь? Говорю Уж петли метать А не спрашивал он На что, мол, нужен барину фрак? Нет, не спрашивал Может быть, он говорил Не хочет ли барин Жениться? Нет Ничего не говорил Стоп, стоп, стоп Ты, барабаш, зачем все время Чистишь мой туфель? Ну ты мазни разок Другой щеткой А потом... Ну я же, если взялся, что делать? Так я делаю Ой, это точно Но это же не ты А Степан чистит Степан У такого барина, как подколесен Слуга, несомненно, лентяй Ну ладно, ладно, понял Ну, только Фатьма и эта Белобрысая, которая в сваху играет Пусть не смеются там в углу Они меня нарочно сбивают И меня тоже А мы тебя даже не слушаем Очень нужно Да, мы не смеемся Наоборот, плачем За моей спиной Хоть плачьте, хоть смейтесь А так, Люда, я не могу Я тут заикой делаю А я тоже не могу Не могу и все Я говорил, что пеструю ленту Надо поставить писателя Конан Дойля Там бы они вот так вот не смеялись Там девушка спит А из печной вьюшки на нее Дрессированная змея выпущена А там не засмеешься Подожди ты, Курашкин, с твоим Конан Дойлем Одни детективы у тебя на уме Ну что? И потом пестрые ленты Не пьеса, а новелла Рассказ Ну и что? А если надо, я за два дня Этот рассказ в пьесу переведу Телевидение И то про Шерлока Холмса ставит А ПТУ номер 89 Витель брезгует Ой, ну женить бы Это же Гоголь Ну и что? Классика Да, Гоголя в любой библиотеке достанешь, да? А вот попробуй достань Юлиана Семенова Бомба для председателя Продолжение 17 мгновений весны Это не продолжение, нет, нет Это совсем отдельно Только там тоже Вячеслав Тихонов То есть полковник Исаев И совсем это не детектив, а роман Роман? Это где про любовь, да, Люда? Ой Я призываю вас к порядку Как ваш режиссер А если вам мало этого То и как секретарь комитета комсомола Что за безобразие? Немедленно продолжаем репетицию Эй, Степан! Ой, что есть? Антон, где ты? Чё? Ну он ушёл Как ушёл? Сапог ищет А моя туфля? Унёс? Куда он отправился? А кто его знает? Уж если он ушёл Так надолго Пока сапог не найдётся Перерыв 10 минут Дайте девочке кто-нибудь туфлю Я пойду воды попью во рту От этой репетиции пересохну Вот тут и началась одна Прямо-таки детективная история Курашкин, Курашкин, иди сюда Кого я ещё там не видал? Ну иди сюда, Ваня Ну видеть ты всех видел А вот слышать ничего не мог А это по твоей части Чё это ещё по моей части? Ну поскольку ты Шерлок Холмстор Слушай, ты, молекула Ты говори, а не дразнись Если будешь дразниться От молекулы слышу Ребята, ну тихо Ну чё вы завелись-то? Дело-то ведь серьёзное У нас, Курашкин, кольца пропали Какие такие ещё кольца? Обыкновенные, которые на руке носят Было четыре, осталось два Ты с загадками не разговаривай, Вера Ты изложи главные факты, ясно? Излагаю, ясно Сегодня по расписанию Вся наша комната с мастерской начинала Так? Ну у станка мы не любим, чтобы с кольцами Ни Светка, ни Люба, ни Фатьма, ни я Это факты? Факты, продолжай Вот поэтому мы кольца утром сняли На стол положили, комнату заперли и ушли На каком этаже ваша комната? На седьмом Номер 72 Ну подожди ты-то Пускай какая-нибудь одна докладывает Вот ты, Ковалёва, начала, ты и продолжай Значит, положили, заперли, ушли Да А дальше? А дальше чудеса начинаются Приходим в комнату уроки делать Было на столе четыре кольца, осталось два Воровства, как ты знаешь, у нас нет Да и было бы, предположим, ну кто ж это два кольца возьмёт, а два оставит Одно хорошее, дорогое осталось, а моё плохенькое совсем со стеклянным камешком исчезло А, ну всё ясно, закатились под кровать и всё, или в щель упали Да нет у нас в комнате щелей, и мы два раза пол подметали А вы уверены, что кольца на стол положили? Конечно, уверены А зачем же тогда пол подметали? Ну, мы подумали, может быть их ветром сдуло Окно у нас всегда настишь Седьмой этаж? Седьмой Люди сказали? Тебе первому Поскольку у Конандорья есть, наверное, что-нибудь похожее Ты что, опять, да? Ой, нет, нет, молчу, молчу, молчу Только, Ванечка, займись этим, пожалуйста Ну, ладно Ладно, ночью на свободе подумаю Ночью Курашкин спал плохо, встал засветло и ушёл из общежития до побудки Давай на места, ребята Ну, что в коридоре толчётесь-то, а? Звонок уже Ну, слышишь, мне глухие Ну, слышишь, так иди к станку И нечего со старостой пререкаться Ты мне лучше скажи, Курашкин где? Тише, мастер идёт Привет рабочему классу Здравия, Сергей Сергеевич Тема, значит, у нас сегодня такая Обработка конических поверхностей Начнём, однако, не сразу Потому что сейчас к нам приедут гости А кто? А где Курашкин? Он мне понадобится А Курашкин, Лавин Сергеевич Он отсутствует почему-то На завтраке его не было Не числилась за тобой опоздание, Иван В чём дело? Да Причина, Владимир Сергеевич, признаться, не очень уважительная Не, ну, доложи, тем не менее Рабочий класс и звонок должен уважать Как заводской гудок Да тут Тут дело такое, Владимир Сергеевич Ну, сообщили мне вчера девчонки-фрезеровщицы Что кольца у них исчезли Два из четырёх Они на столе у них лежали Вот два из четырёх Я понятно докладываю? Пока понятно Два кольца пропало, два на месте Вот-вот, если кто, предположим, украл То он бы все четыре взял, верно? Логично, по крайней мере Ну вот, я тоже учёл Где же, думаю, кольца? Комната их на седьмом этаже Пожарная лестница в стороне от окна Окно, заметьте, было открыто Думал я, думал, ворона Тогда сорока, наверное Сороки блестящие крадут Мыло и то уносит Нет, нет, ребята Нет, это была ворона Старая Вот девчонки голубям хлеб крошат, наверное, на подоконнике Как мы все А ворона тоже явилась И высмотрела эти кольца Вот там и оказалась Ты что же, проверил это? Ну да, проверил, Владимир Сергеевич Лазил по деревьям с шести утра Вон, вон там, в парке Вот потому и опоздал Можно добычу показать? Ну давай У нас сегодня все равно задержка Вот Видите, склад целый, это ворона в гнезде Раз, два, два, пять колец Ух ты А это что? Ой, так это же зубная коронка Помните, переполох был в зубном кабинете? Анна Юльина сточила барабашу зуб Хотела коронку примерить А ее нет на столике Пока, значит, лечила она барабаши И спиной стояла к столику Ворона взик и то Они ловкие шельбы Ой, гляньте, новенький болт Так, коры стружка Эту стружку я в гнезде нашел В середине Вот так вот, прям в самой середине лежала А снаружи, Владимир Сергеевич Все гнездо тоже стружкой перевито И вот так вот, крест на крест Разной проволокой Смекнул, старый Подбок на любой стройке Уборщице ее к нам надо А Ворона обороняла свой клад? Клевала тебе, куражки Да нет, ну, клевать не клевала Но крик подняла на весь парк Я ей говорю Да не трону я твоего гнезда Только краденое возьму А она одно знает Не согласна она С уголовным кодексом Ну ладно, мальчишки По техе час, дело время А дело у нас такое сегодня Сейчас к нам приедут вьетнамские ребята Трое Девочка и два паренька Люда их везет прямиком из посольства Останутся у нас учиться Ну, а чему вы удивляетесь? Во Вьетнаме после тяжелой войны Сейчас мир Страна восстанавливает хозяйство Заводы, фабрики, города Токарям очень даже нужны Это ясно, надеюсь Наша страна помогала Вьетнаму во время войны Поможет и сейчас Сегодня троих привезут А завтра Заходите, ребята Заходите О, вот и они, кажется Можно, Владимир Сергеевич? Добро пожаловать Вижу, вы уже все знаете Ну, знакомьтесь тогда Это Пам Тхин Гуэн Девочка из Ханоя Салют Имя ее в переводе означает родник Ребята тоже городские Суан и Као Русский язык немного знают Правда, ребята? Да, я знаю русских А Као знает Совет, матрос Федя Хорошо учил Пам Тхин Гуэн мало знает Она в яме сидела В вечере Там его школа была Я тоже знаю Знаю Салют Будьте готовы Всегда готовы Ну вот И поговорили Мы, Люда, так сделаем Урок я продолжу Как-никак Дисциплина А вот Курашкина Освобождаю сегодня Чтобы времени не терять Возьми, Иван Эти вот Плакаты на картоне Учебные пособия На полке там возьми И начни с новичками В своей хотя бы комнате Станки освободятся после урока Я сам с ними займусь Хорошо, Владимир Сергеевич Они завтракали, Люда? Завтракали Тогда в добрый час До скорой встречи, ребята Спасибо До свидания До свидания, дядя Да нет Теперь не дядя А Владимир Сергеевич Мастер Понял? Мастер Мастер Во, вот так пойдет Мастер До звонка Курашкин занимался с вьетнамцами Потом пообедал с ними В нашей столовой И отвел их в мастерскую К Владимиру Сергеевичу Поработал и там с часок Был отпущен И пошел отыскивать девчонок Поручивших ему Выяснить историю с кольцами Нужно было узнать Кого еще Обворовала Нахальная ворона Колец-то в гнезде Оказалось пять Нужно было вернуть Зубную коронку Врачу Анне Юрьевне Написать письмо Домой Ну, пропасть Накопилась Всяких дел Как назло Девчонок Нигде не было Курашкин ходил И ходил По всему зданию ПТУ Поискал в мастерских Заглянул в пустые аудитории В комнаты Для игры в пинг-понг Съездил на лифте На седьмой этаж И поискал В этажной гостиной Где стоял У девчонок У этих Громадный телевизор Много лучше того Что на нашем этаже Ни Светка Ни Вера Ни Люба Ни Фатьма Не отыскивались В комнате 72 Их тоже не было Обнаружились они Наконец У Люды В комитете Комсомола Что за шум А милиционера нет Верно, девочки Милиционер нужен Курашкин всегда правильно скажет Причем тут милиционер Директору прежде всего Надо доложить Милиционер и директор Крайние меры, Вера Нужно еще подождать Правда, Люда? Я еще не решила, девочки Надо подумать И без паники, пожалуйста Милиционеры, больницы Даже морг здесь уже поминали Что тут Чикаго в самом деле Тут Москва И все вот увидите Объяснится И весьма просто Хотя и кажется странным, конечно А что случилось-то? Чего кажется странным? Светка пропала Вот что Молекула Молекула Вечером была А утром нет И следа никакого А сегодня спектакль Кто будет играть Агафью Тихоновну? Ну при чем тут Агафья Тихоновна, Фатьма? Ее нет почти целый день И неизвестно, когда она ушла из комнаты На рассвете или когда Эх, всегда у вас, девчонок Несуразное что-то случается То ключ потеряете, новый вам делай То кольца исчезли А теперь вот Светка А ты чего кипятишься? Помог бы, если можешь А что значит, если могу? Вот пойду сейчас И тут же найду вашу Светку Ты что-нибудь знаешь? Нет, ничего я сейчас не знаю Но голову надо иметь на плечах Я, между прочим, не говорю о присутствующих Спасибо и на том А хвастать брось, Курашкин Кольца ты тоже обещал найти Кольца? Ага Ах, какие такие кольца? Ах, ваши кольца А, ну подумаешь, совсем забыл Ну забыл Обещать-то легко Ну легче легкого Ах так Может хотите, чтобы я при вас нашел? Пожалуйста Ай, цвай, драй Опа И находим их под этой газетой О, ну что Они что ли? Мое И мое И наши А, подождите, подождите Как это ваши? Подождите Здесь пять колец А у вас два исчезли Это что-то не так Твое, Люба, кольцо здесь есть? Есть Вот это с зеленым камешком Ага Вот на Получай тебе Твое с зеленым камушком А твое, Ковалев Вот это мое Вот и получи Остальные Вот память Тоже забыл Просил меня найти одна артистка кино Пойду, дам ей телеграмму Перестань, Курешкин, болтать Не забывай, что Света все же пропала И мы беспокоимся о ней А Ваня Свету найдет Правда, Ваня? Конечно Такие пустяки Нагородил Иван чепухи Нахвастал актрису к чему-то приплел Но, что сказано, того не вырубишь топором Вышел он из общежития и уселся во дворе на скамью под елкой Главное, что его тревожило, это как все-таки найти Светку С чего начать поиски? Может, она записку оставила? Нет, Фатьма сказала и никаких следов Когда Светка ушла из ПТУ и куда, тоже толком неизвестно Их, Москва большая Спокойно, Иван Тимофеевич, спокойно Только спокойно Главное сейчас логика Почему ушла Светка из ПТУ? Вот первый вопрос Если понять, почему она ушла Тогда будет легче решить, куда Но никаких данных о делах Светки у Курашкина не было И логика, само собой, не помогала Может, пойти к девчонкам, их расспросить? Да нет, они опять смеяться начнут С горя Курашкин решил даже закурить Но тут же вспомнил, что... Эх, дал честное комсомольское, что больше не буду брать эту дрянь в рот И мысль о табачном киоске покинула его По правде сказать, его покинули все мысли Ну, совсем все мысли, начисто Он сидел в углу двора и просто следил за рыжей кошкой Которая делала вид, что и не смотрит на стайку воробьев Может, и Светка сейчас в опасности, как эти воробьи Эх, был бы сейчас здесь Шерлок Холмс Он бы знал, с чего начать розыски Светки Я здесь Курашкин обомлел и уставился на незнакомца В длинном пальто и черном котелке Он шагнул из-за елки Аккуратно очистился скамьи бамбуковой палкой Елкины иголки Сел рядом с Курашкиным И внимательно поглядел на него серыми глазами Он Точно Шерлок Холмс Я вижу у вас затруднения, мистер Курашкин Мистер Курашкин Знаете ли, мистер Холмс Пропала молекула Ну, Светка пропала То есть, ну, понимаете, я хотел сказать Девчонка одна Мисс Понимаете Ушла из общежития Ни с того, ни с сего И никаких следов Следы всегда остаются, коллега Для начала важно обнаружить, где Они оставлены Я имею в виду обычные следы Следы ног Ног, сэр? Да, ног Ведь эта пропавшая мисс Не улетела из общежития Правда? Она ушла из него Попытаемся понять, откуда она вышла Из этой двери? Нет, сэр Думаю, что нет Поскольку она вышла, видимо, ночью Утром-то её уже не было То она могла выйти Только из другой двери А не из этой После отбоя, сэр Эта дверь у нас запирается Ага Это облегчает дело Будем рассуждать так Ей нужно выйти из общежития Она подходит к двери И обнаруживает, что дверь заперта Что ей делать? Ну, можно окно открыть И выйти через окно Логично Войдём в общежитие И поищем это окно Можно посторонним Войти в общежитие Так, вообще-то, конечно Но вы Да, там настолько дежурный стоит Но мы ведь Мы Да мы просто надуем его В конце концов Нас двое, а он один Пойдёмте Пойдёмте, сэр Ты, Курашкин? Я А с тобой кто? Как кто? Ты что, не видишь? Вижу Посторонний А здесь не булочная Вход для всех Булочная, вы сказали? Значит, вы уже знаете Что знаю? Что загорелась булочная на углу Мне нужно позвонить Ах, пожар! Пожар, другое дело Входите, пожалуйста Телефон за углом В конце коридора проводи, Курашкин Благодарю вас А что мне делать? Может, тревогу поднять? Тревоги не надо Не надо Пожар, я бы сказал, пустяковый Выдуманный пожар Как выдуманный? Ну, понимаешь, условный Проверка готовности идёт, понял? Какая пожарная часть Быстрее придёт Так, да, условный? А-а-а! Понял! Ну вот Эх, Сашка Ворона ты, а не дежурный Сюда, товарищ Сюда, сэр Идём За угол Идём Что здесь такое, собственно? Кто живёт в этих комнатах? Учащийся ПТУ, сэр А что такое ПТУ? ПТУ? Это профессионально-техническое училище Вот здесь общежитие А в том крыле здания Производственный комплекс Наш ПТУ готовит рабочих С полным средним образованием Токарей, фрезеровщиков Сантехников Вы токарь по металлу, как я вижу Да, сэр А как вы определили это? По многим признакам Довольны и того, что вы назвали Эту профессию первой Потому что она главная здесь По-вашему Так? Точно, сэр А вы что, не согласны? Вполне, мой друг Токарь, да ещё с полным средним образованием Это звучит весьма внушительно В моё время, я думаю Впрочем, мы отвлеклись От нашего маленького расследования Вам, коллега Не кажется, что вот Это окно не заперто А только прикрыто Точно, сэр И вот Царапина на раме Ваша лупа с вами? Конечно Будьте добры Прошу вас Исследуйте Ну, выясняется что-нибудь? Ой, ещё бы Она за раму каблуком задела Левой ногой Сперва села на подоконник Как все девчонки делают, если нужно вылезти А потом Левую ногу задрала И царапнула Трапнула раму ботинком Вот здесь Вот в этом месте Видите, сэр? Вот здесь Вижу, вижу, конечно Ей лет 15-16 Она полная Ой, а как вы узнали? Ну, возраст, например Вы же называете её девчонкой Стало быть А, понятно А то, что она полная Она действительно Она действительно полная Но то, что она полная Я бы сказал, грузная Видно по следам Там за окном Она спрыгнула С небольшой высоты Но следы глубокие В ней не менее 60 килограммов Ага Она толстуха В женисьбе Гоголя Играет Агафью Тихоновну Сэр Мы вылезем в окно Обязательно Тсс Возможно, дежурный сообразил Что его надули И помешает нам Да что вы, Сашка-то Он ничего не сообразил Его в каждой из стен газетки Пропесочивают Он у нас двоечник Я тоже отставал По многим предметам Доктор Ватсон Всегда удивлялся Моему невежеству В некоторых областях Знаю, сэр Но вы ставили перед собой Узкую жизненную задачу А он ведь хочет стать Широкообразованным токарем Не Шерлок Холмсом Боюсь, что в горячности Спора вы дерзите Мне, мистер Курашкин Ой, что вы Мистер Холмс Извините Как говорит наша преподавательница Литературы Софь Павловна Это не точности Устной речи Но не более Разрешите Помочь вам Сэр Ничего Я сам Давайте-ка лучше Вы Руку Ничего Мистер Холмс Я тоже сам Смотрите Кажется Она пошла От окна туда В сторону парка Мне кажется Совершенно очевидно Следы очень красноречивы Как ваша Софья Павловна Пойдемте дальше Так Здесь она шла Так Под этим деревом Остановилась И долго стояла Ого Потом Почему-то Побежала А почему вы думаете Побежала, сэр? Разве вы не видите Характер следов Резко изменился Можно подумать Что она шла на цыпочках Ну? Но зачем ей идти В парке на цыпочках? Она бежала, конечно Убегала От кого-нибудь Нет Тогда бы были И другие следы Верно, сэр? Абсолютно, коллега Скорее всего Она увидела кого-то И пыталась догнать Так Догнать Кого? Сейчас увидим А, вот еще следы Ага, вижу Она догнала Они обе остановились Ой, точно Остановились Довольно долго стояли Потому что натоптана изрядно Это была дама Нет Простите Коллега Девушка В модных туфлях Вы видите следы Этих ужасных квадратных каблуков Которые теперь носят Вместо каблуков Шпилек Сэр Смотрите сюда А вот следы От чемодана Которые она поставила Которые из них По-вашему? Ну, сэр Та, что в модных туфлях След чемодана Около модных туфель Что же это все значит? А? Сэр Не пора ли нам уже Подвести итоги? Давайте 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 Итак Итак Которую мы разыскиваем Ночью или ранним утром Когда входные двери общежития Были еще заперты Вылезла из окна Прошла в парк Остановилась почему-то Под большим деревом И довольно долго Простояла под ним Затем Она увидела кого-то Кого-то По-видимому Свою знакомую И догнала ее Знакомая уезжала Об этом свидетельствует чемодан А может быть Она приехала Сэр Возможно, коллега Они поговорили И разошлись в разные стороны Так К сожалению По выходе из парка Следы, конечно, исчезнут Там и там Улица А по ней ходили целый день Такс Ну, сэр Значит, мы сели в калошу Я не знаю, что такое Сели в калошу Ну, остались на бабах А Вы хотите сказать Нас загнали в угол? Ну, вот именно Куда Светка пошла? На трамвайную остановку? Или на автобусную? Вон в тот большой дом? Или в этот? Для профессионала Наивный вопрос Коллега Конечно, она пошла Вон в тот новый Двенадцатиэтажный дом Это еще почему? Ах, мистер Курашкин Профессионал должен Помнить абсолютно все Связанное с делом А вы не помните Это что это я не помню? Ну, что это, сэр? Я не помню Вы не помните, что Примерно месяц назад Та, которую вы разыскиваете Получила письмо Ах! Письмо! Верно! Я же сам Отдал его в столовой А что она сказала Прочтя письмо? Она сказала Сейчас вспомнил, сэр Холмс Она сказала Ой, девочки Землячка моя Шурка Цветкова Будет жить В том вон новом доме За парком Получила там комнату Вот что она сказала, сэр Холмс Вот видите Выходит, вы знали Что этот двенадцатиэтажный дом Как-то связан с той Которую вы ищете Почему же вы сразу Не пошли туда? Не разыскали ее Землячку Цветкову? Ну и лопух я Ну и лопух я, сэр Ну совсем об этом письме забыл Правильно Правильно, сэр Сейчас же идем туда Находим Цветкову И... Что с вами? Сэр Сэр Холмс Подождите, вы где? Алло Мистер Холмс Но Шерлок Холмс Исчез А может его и вовсе не было И Курашкин сам И прямо-таки неожиданно для себя Еще на скамье во дворе ПТУ Вспомнил о письме Цветковой Которое он и вручил Светке Месяц назад Конечно Сперва я вспомнил о письме Потом исследовал следы И нашел Светку в новом двенадцатиэтажном доме Она была в испорченном лифте Вместо того, чтобы подняться на десятый этаж В квартиру Цветковой Лифт опустился в подвал И Светка почти целый день Сидела там в заперти А жильцы дома Приспокойно поднимались И опускались на втором лифте Пока ремонтники А вместе с ними и Курашкин Не обнаружили ее Эй, молекула Ну, как ты очутился-то здесь? Вот тоже, зачем? Голова твоя, два уха Ой, Ваня Тут целая история Да знаю, знаю Сейчас мы тебя вызвали Сейчас Ой, скорей Так, сейчас, парень Подай отвертку, парень Да вон она, вон В сумке, в сумке она Сейчас, сейчас, сейчас Потерпи Вылезай, вылезай Голова, два уха Да здесь высоко Не вылезай А ты хватайся за мою руку Вот так Ну и тяжелая ты молекула Шестьдесят килограмм весишь Ага Шестьдесят Ну вот она я, Ванечка Да ты, ты погоди Спасибо вам большое Спасибо Да ладно, ладно, ничего В следующий раз Не проваливайся Хорошо Ну рассказывай Ой, Курашкин, только не здесь Не могу я видеть этого лифта Ну Ну давай, рассказывай Пусть теперь за прогул попадет Да ну ладно С прогулом, рассказывай Значит так Просыпаюсь я, утром чуть свет от шума Открыла глаза мамочки ворона Ну какая ворона? Та самая, да? Да какая та самая Обыкновенная ворона Сидит на моей тумбочке у постели И мое кольцо в клюве держит Я ее хвать А она порх в окно Только хвост мелькнул Я к окну Вижу, она на дереве в парке Села на елку старую Что делать? Я делаюсь и тихонько вниз Ну даже я знаю, знаю Дверь заперта была Ты в окно выскочила Ага, точно Нашла эту елку А ворона не вижу Сверху-то видно было А с земли-то нет Гнезда Мой штук пять Ну тут я и шурку-то увидела Эй, дальше я знаю Побежала к ней Она с чемоданом была Ага, ага В Чехословакии ей путевка В Татры на лыжный курорт И самолет как Мазло через два часа отлетает Подожди, а при чем тут самолет? Ну ты дело рассказываешь? А я что рассказываю? Ты же сказал подробности Ну тогда знаешь что, давай лучше без подробностей Ну ладно Я и так, мол и так Все объяснила И говорю, бинокль нужен Чтобы эту ворону высмотреть Какое ее гнездо Потому что кольцо ты мне бабушка подарила Нет ли у тебя, мол, бинокля? Понимаешь? Понятно, ну понятно А она что? А она говорит, есть Но я спешу На тебе ключ А бинокль у меня в шифоньерке В черной коробочке А на ней роспись палех Знаешь что? Пойдем, кстати, возьмем бинокль И я эту ворону все равно высмотрю Нет, нет, молекула За биноклем мы не пойдем Нет, пойдем Нет, не пойдем Нет, пойдем Смотри Это твое кольцо Кураж Миленький Ваня Миленький КОНЕЦ Вечером играли в ПТУ драм-кружковцы «Женитьбу» Гоголя. Спектакль имел успех. Иван Курашкин играл, правда, не очень хорошо. Всё, знаете, раздумывал. Приснился ему среди бела дня Шерлок Холмс или... А может быть, действительно прибыл с Бейкер-стрит в Москву и помог отыскать Светку? Редактор субтитров А.Семкин